Меня зовут Людмила Миронюк, я директор-ассистент компании Nature Sanction. И сегодня у нас очень замечательная встреча, долгожданная встреча с доктором-гинекологом-эндокринологом, магистром медицины, доктором-нутрицологом с огромнейшим опытом, более 22, наверное, лет, как в компании Nature Sanction, доктор Ирина Юрьевна Мороз. И это третья лекция из цикла, которую мы провели для женщин детородного возраста. У нас была первая лекция – подготовка к зачатию, к здоровому зачатию. Вторая лекция была – это ведение здоровой беременности. И сегодня у нас третья лекция – жизнь после родов, материнство как наслаждение. Спасибо за внимание. Передаю слово Ирине Юрьевне. Добрый вечер еще раз. Очень приятно, что я на третьей лекции, потому что на самом деле эту лекцию, если честно, я никогда толково не успевала прочитать, не хватало времени. А тема настолько важная, что действительно нужно выделить на это время, чтобы подробненько разобраться в послеродовом периоде и в том, что в нем происходит. На самом деле, когда мы прошли, так сказать, то, что мы говорили в первой лекции, мы подготовились к беременности, мы прошли то, что мы обговаривали во второй лекции, мы провели замечательно здоровую беременность, у нас накоплен огромный капитал, и самое главное, самое важное – теперь его сохранить. То есть провести нормальные, физиологические, хорошие, красивые, счастливые роды и стать счастливыми родителями, которые в радости, в счастье, в гармонии воспитывают своего ребенка. Давайте поговорим об этом, потому что на самом деле на родах жизнь только начинается, правильно? Но очень много ошибок совершается, когда многие молодые, ну, это не наши, не инспешники, у нас немножко все по-другому, вот, ну, в принципе, в популяции, так сказать, бывает так, что все беременность провели, а дальше как пойдет. Нет, на самом деле я всегда говорю всем своим девочкам, всем своим беременным, понимаете, учиться на собственном своем первом ребенке – это как-то, ну, кощунственно в наше время. Поэтому учиться нужно заранее, чтобы когда у нас происходят первые наши роды, когда у нас мы переходим к послеродовому периоду, мы ощущали только счастье, только гармонию и только наслаждение собственным ребенком и собственным состоянием. А для этого нам нужно знать, какие, возможно, подводные камни нас подстерегают в эти моменты, чтобы обойти их, и вообще знать, как нужно себя вести. И первое, о чем я хочу напомнить, я говорила об этом и в первой, и во второй лекции, ответственность за здорового ребенка, за здоровую маму, за здоровый послеродовый период лежит на двоих супругах. Это очень важно, потому что если семья вместе будет идти дальше после родов, то все у них получится. Если вдруг папа отстраняется от этого вопроса, либо, к сожалению, его отстраняют, почему я об этом говорю? Потому что вспомним советское время, как было, какие были роды. Я сразу скажу, я в акушерство пошла, скажем так, от противного, что ли. Мы когда были еще совсем молодыми студентами и были в родзале, были в родильном доме, это был такой ужас, это было так страшно и так ужасно, и мне очень-очень хотелось, чтобы все было по-другому. Вот очень хотелось. И хотелось как-то в этом участвовать. И, конечно, те женщины, которые рожали вот тогда в советское время и испытали, к сожалению, к огромному большинству из них вот этот ужас, они представляют, что роды сейчас проходят точно так же. И поэтому очень часто своим сыновьям, будущим молодым папам говорят, не еди на роды, это ужасно, ты не выдержишь, это очень плохо, и после этого ваша семейная жизнь разладится. Они, ну, отчасти, наверное, имеют право так сказать, но они абсолютно неправы в современных условиях. Поэтому я вот хочу акцентировать на этом внимание. Раз ребенка делали вместе, значит, и рожать должны вместе. Партнерские роды в нашем мире – это огромное благо, потому что вот среди девочек, которых я наблюдаю, которые рожают у нас, которые сыны спи, естественно, и они почти все, ну, скажем, абсолютнейшее большинство рожают партнерские. И я очень люблю, сразу скажу, видеть этих молодых пап, которые приходят с мамочками и с детками, хвастаться, как я говорю. Я расскажу потом, что через шесть недель мы обязательно должны приходить хвастаться нашими успехами. Вот, и когда они приходят, кто-то и раньше приходит, но через шесть недель обязательно, и папа бежит впереди мамы, и он все знает, и он все рассказывает, и он держит этого ребеночка на груди, вот тут вот у себя на груди, и он знает о нем все или о ней все, и это вот правда счастье. Потому что нужно понимать, что мужчина, он, когда понимает, зачем он нужен, он, ну, в лепешку разобьется, чтобы быть лучшим. Вот, если он не понимает, зачем он нужен в каком-то аспекте, он будет отстраняться. Поэтому, когда я сейчас буду рассказывать о, пунктирно, о родах, о том, что действительно партнерские роды – это очень важно, вот, это все должно быть, ну, прослушано, внимательно и принято к сведению. Потому что, ну, каждой женщине, я говорю, вы понимаете, даже из эгоистических соображений надо идти на роды вместе с мужем. Потому что папа, который первый, взял на руки ребенка, это уже суперпапа. Есть такой нюанс. Если он этого ребенка прижал к себе раньше мамы, он будет этим хвастаться, и это замечательно. Он будет показывать, что он все может, что он умеет, что он, ну, он лучше мамы, он папа, он главный. И если женщина, а мама позволит ему быть таковым, в семье будет гармония, в семье будет равновесие, и ребенок будет расти и видеть, что есть мама, папа, я, счастливая семья. Это настолько здорово, казалось бы, банально, но этого мы, это мы видим не у всех. И вот как раз, когда это происходит, это настолько цементирует семью, настолько позволяет после этого любые сложности, любые непоминенные, там, поменять подгузник, у малыша температура, колики, еще что-то, это все решается в раз, это не есть проблема. Это просто есть жизненные какие-то мелкие неурядицы, которые легко можно поправить, потому что все это делается вместе. Но для того, чтобы так было, начнем с родов. Что важно? Важно, конечно, чтобы народы шли вместе. Зачем папе род? В родах есть три периода. Я буду говорить совсем-совсем пунктирно и по чуть-чуть, но для того, чтобы было понятно, зачем же папа должен в родах быть. Ну и параллельно мы немножко будем и маму будущую учить тому, что же в родах происходит. Потому что я всегда, вот еще раз повторю, я всегда говорю, не учитесь родом на своих первых родах. Ну, как правило, первый блинком не очень хорошо получается. Поэтому учиться рожать нужно на курсах. Курсов сейчас великое множество. Можно выбрать себе то, что нравится. Главное понять, что это делать надо. В сроке где-то 24-26 недель беременности уже приходит сознательность в голову беременной женщины, что да, действительно надо подумать о родах. До этого, как правило, как правило, еще сознательности нет, поэтому идти только забеременев на курсы, это не нужно. Вот. Когда мы приходим, приходит пара на курсы и учится, то вот что они должны понять, что должен понять будущий папа? Главное, роды состоят из трех периодов. Есть период схваток, есть период поток и есть период отделения плаценты и выделения последа или после рода, так называемый ранний период. Вот в первом периоде, что важно, казалось бы, зачем там папа? Схватки – это тот период, когда женщина должна максимально расслабиться, то есть она не должна бояться, она не должна быть в некомфортной ситуации, ей должно быть тепло, хорошо, уютно, и тепло, в первую очередь, душевно. И вот тут должен быть папа. Папа должен развлекать маму, делать массаж пояснички, об этом обо всем на курсах учат, тут я рассказывать об этом не буду, веселить, рассказывать анекдоты, поить чайком, все, что угодно для того, чтобы мама была расслаблена. Вот это главное запомнить. Схватки – это расслабление, потому что открывается шейка матки, если женщина в испуге, если она в дискомфорте, если она напрягается, то период раскрытия будет проходить плохо, и, соответственно, второй период родов тоже будет проходить плохо. Папа должен быть рядом, и папа должен ее развлекать. На курсах дальше учат правильному дыханию во втором периоде рода. Учиться этому, конечно, должна мама, но папа должен учиться точно так же. Почему? Потому что женщина, находясь особенно во втором периоде рода, в периоде поток, ее сознание сужается, она похожа на лошадь в шорох, то есть она движется прямо, какие-то там дополнительные раздражители она воспринимает плохо. Поэтому, если в этом периоде рода папа будущий будет ей подсказывать, что делать, как дышать, чего не делать, куда, так сказать, идти, его она слушать будет. Кого-то другого может и не послушать. Поэтому он должен быть обязательно рядом, потому что от того, насколько хорошо пройдет потужной период, будет зависеть здоровье их ребенка. Поэтому папа должен точно так же, как и мама, изучить, что же такое второй период рода и контролировать каждый шаг женщины. Почему я сейчас об этом, в принципе, говорю? Мы будем говорить, естественно, и о препаратах, и о схеме, обо всем. Это база, это фундамент. Но сразу скажу, есть такие девочки, которые считают, если они просто пьют программу и ничего не знают, то все будет хорошо. Это не так. Наши программы, наши БАДы – это фундамент. Но дом строится в первую очередь на фундаменте, но кроме фундамента должно быть еще и осознанное материнство, поэтому об этом мы и разговариваем. Вот. Третий период родов – это, я уже говорила, отделение плаценты и выделение последований. Тут уже вопрос, в общем-то, мы отдаем на откуп акушеру и акушерке и врачу, неонатологу, что же тут должен делать папа. Сразу же, когда ребеночек рождается, он должен быть положен маме на грудь. И вы представляете, что такое рождение ребенка, а особенно первого? Мама не совсем в равновесии, скажем так. У нее могут быть слезы, у нее может быть смех, у нее может быть до все что угодно, до истерики. Папа должен быть рядом с ней, он должен обнять этого ребеночка и держать на груди у мамы. Потому что, если ребенок после рождения попадает на грудь мамы, они, помните, как раньше было? Раньше ребенка поднимали за ногу, шлепали по копе и говорили, о, как хорошо кричит, значит, молодец. А на самом деле кричал-то ребенок от ужаса, потому что ничего сложнее, чем роды, в принципе, наверное, в жизни человека нет. И если маме тяжело, вот, если роженице тяжело, то ребенку в 10 раз тяжелее. И для того, чтобы он этот стресс пережил без последствий, ребенок должен услышать сердце мамы. И поэтому он должен быть положен на грудь, кожа к коже, прикрыт сверху пеленочкой, и папа должен его держать. И, ну, мне кажется, что, ну, кто должен это делать, как не самый родной человек? После того, как ребенок был положен на грудь, вот, он полежал с мамой, папа может взять его на ручки и поносить. Если мама, например, должна отдохнуть, либо там в третьем периоде родов надо ей немножко отвлечься, вот, и представляете, какое это счастье, когда папа берет ребеночка на ручки, когда ребеночек слышит в сердце папы, слышит в сердце мамы, вот, и это формирует как раз вот ту доминанту, которая будет помогать и правильной лактации, и правильному позднему, послеродовому периоду, мы сейчас поговорим, что в нем происходит. Поэтому папа обязательно должен следить за вот этим аспектом. Ну, и, в принципе, самое главное, то, что мама не сможет сделать никак, а папа должен сделать обязательно, он должен следить за всеми манипуляциями, которые проводятся с мамой, и особенно с ребенком после рода. Понятное дело, что сейчас в нормальных, серьезных роддомах никакая манипуляция не проводится без письменного разрешения родителей. Но, тем не менее, кто должен отследить, чтобы все было хорошо? Поэтому папа в роддоме главный. И если он выполнил свою миссию хорошо, то и дальше у нас все будет идти замечательно. Что мы обязательно должны знать о нахождении в родзале? После нормальных родов ребеночка нужно приложить к груди мамы в течение 30 минут. Это крайне важная вещь, которую раньше, вот если мы возвращаемся к прошлым, так сказать, советским временам, не делали никогда. Первые 30 минут после родов прикладывание к груди запускает процесс нормальной лактации. Если этого не сделать, то лактацию нужно будет налаживать потом, и это будет намного сложнее. Поэтому папа должен помочь маме приложить ребеночка к груди и проследить, чтобы все прошло хорошо. На самом деле, особенно вот и неспешные детки, девочки рассказывают, что ребенок родился, положили сразу маме на грудь, и они говорят, я не знаю как, но ребенок ползет, сам держит голову и ползет к груди для того, чтобы захватить сосок. Потому что если ребенок здоровый, жизнеспособный, это абсолютно нормальные рефлексы и абсолютно нормальные реакции. То есть это не сложно сделать. Сразу скажу, кто-то сразу присасывается и кушает много, кто-то немножко чего-то там лизнул и уснул, либо просто отдыхает. Любой из вариантов есть хороший, потому что рефлекс уже запущен, вот и дальше все будет хорошо. Потому что некоторые переживают, ой, у кого-то присосался и кушает, а у кого-то два раза лизнул и спит. Ребенок – это уже личность, и он может выбирать, как ему лучше. Поэтому от родителей молодых требуется одно, чтобы ребенок был положен сразу маме на грудь, и чтобы в течение получаса, если есть такая возможность, а она почти всегда есть, кроме некоторых нюансов, был приложен к груди. Бывают ситуации, когда женщине необходимо сделать родоразрешение путем кесарево-сечения. Папа тут еще более необходим, если можно так сказать, чем в нормальных родах, потому что ребенок испытывает большую травму, чем в родах, потому что это не естественный способ родоразрешения. Как же ему помочь? В наше время папа, как правило, находится в соседнем помещении с операционной, и ребеночка дают ему, он либо садится, либо ложится, и ребенок у него на груди согревается, успокаивается, отходит от стресса до тех пор, пока мама не сможет приложить его к груди. Да, это будет чуть больше времени, но если он будет с папой, то и стресс будет в разы меньше, и этот стресс пройдет очень-очень быстро. Поэтому подготовка папы к родам – это крайне необходимое занятие, и если мы в первые несколько часов и в первые несколько суток сделаем все правильно, то дальше будет намного легче. То есть то, что происходит в первую неделю после родов, оно стоит месяцев. Если мы сделаем все правильно, у нас все будет хорошо. Если нет, мы месяцами будем восстанавливать те ошибки или исправлять те ошибки, которые допущены были в первую неделю. Поэтому так подробно я обо всем об этом говорю. Когда у нас ребеночек родился, третий период закончился, мама с папой и с ребеночком находятся два часа в родзале и после этого переходят в послеродовую палату. В эти первые два часа в родзале тоже есть некоторые моменты, которые я обязательно хочу осветить, чтобы все понимали, что необходимо делать для того, чтобы дальше было все лучше. Первое. После родов, как ни странно, после нормальных родов очень хочется кушать. Это нормально, это хорошо, и так должно быть. Поэтому после родов и мама, и папа должны позаботиться о том, чтобы была еда. В первую очередь. И это, может быть, не все акушеры-гинекологи говорят, но я говорю всегда, и я вижу результат от этого. Женщина, после того, как она родила, она может себя поздравить с хорошо проделанной работой. Правильно? И для этого она может заранее взять с собой в родзал самую большую черную шоколадку без орехов, без ничего и съесть в первые два часа после родов столько, сколько она хочет. И на этом вопрос с шоколадом закрываем. Почему шоколадку? Почему черную? Почему первые два часа? Во-первых, после родов. Роды – это, в принципе, если роды проходят нормально, это просто очень тяжелая работа. После тяжелой работы, естественно, глюкоза в крови падает. Это нормально. Нам нужно ее поднять. Во-вторых, меняется резко, кардинально гормональный фон. Изменение гормонального фона может, хоть оно и физиологично, хоть оно и нормально, оно может приводить к субдепрессивным состояниям. Слезы, никто меня не любит, все плохо, что будет дальше. То есть это частенько бывает. Так вот, шоколад, он как раз обладает свойствами антидепрессанта, великолепного. Он дает энергию, которая нужна после тяжело проделанной работы, и он повышает уровень глюкозы в крови. Плюс он является спазмолитиком. Поэтому шоколад первые два часа после родов это действительно тот момент, который потом решает множество неприятностей, которые, если этого шоколада не было, они потом могут быть. Можно шоколад и можно чай. Поэтому с собой взять в вокзал обязательно чашку, чай, ну и либо кипятильник, либо в хороших роддомах чайники везде есть. И вот папа тут нам тоже нужен. Он делает молодой маме чай, они открывают шоколадку, и она съедает столько, сколько она хочет. Вот этот шоколад, который съеден в первые два часа после родов, он не пойдет в молоко. И никаких последствий для ребеночка не будет. С шоколадкой понятно. Но есть второй аспект. Я это видела часто, и поэтому я об этом говорю. «Еда для молодого папы». Мы вот сейчас так поговорили про маму, как ей трудно было, сколько сил она потратила. А представляете, сколько сил и душевных, и физических, и интеллектуальных, и моральных, и каких угодно потратил молодой папа. Потому что он видел, все-таки это страдание любимой женщины. Он видел процесс, который, ну на самом деле, катарсис. Это превращение, это рождение, это очень эмоционально сильно. И после этого его уровень глюкозы вообще где-то ниже плинтуса. И если в этот момент папу не покормить, то очень часто эти папы просто падают в обморок, прямо в рудзань. Поэтому, пожалуйста, возьмите что-нибудь для папы. Вот, папе можно и кофе взять, какие-то бутерброды. это действительно очень важно. Вот, и он должен первые вот эти вот, когда все закончилось, первые два часа он должен нормально поесть. Потому что он должен дальше функционировать. Он не должен потом лежать где-нибудь в уголочке и отходить потом полдня. У него еще очень много дел. Вот, поэтому это крайне важно. И я действительно должна об этом сказать, потому что по закону подлости почему-то получается, когда роды заканчиваются, это три часа ночи, плюс-минус. И выйти где-то купить еду, ну, как правило, аж никак не получается. Поэтому с собой нужно это взять. После того, как мама съела свою шоколадку, попила чай, папа поел, они налюбовались на свое ясное солнышко. Вот, мы движемся дальше, проходит два часа после родов и семья переезжает в послеродовую палату. Мама с ребеночком на руках, когда из родзала переходит мама в послеродовую палату, никому ребенка не дают. Ни папа, никто его нести не может, только мама либо на каталке, либо в специальном кресле с ребеночком на руках едет в послеродовую палату, а папа гордо идет рядом. Переходят они в палату и наступает следующий момент, который действительно очень важен, о котором мало говорят, но очень много последствий из-за того, что не знают, что к чему. Первый подъем и вставание женщины после родов. Дело в том, что, когда женщина была беременная, беременная матка придавливала аорту к позвоночнику, после родов это давление естественно исчезает. Женщина находится в горизонтальном положении. Когда она первый раз поднимается вертикально и поднимается резко, у нас случается так называемый ортостатический коллапс, то есть кровь сверху падает вниз в малый таз, оттекает, отливает от головного мозга и у нас случается потеря сознания. Это не есть патология, но это очень-очень неприятно и может стать патологией. Поэтому очень важный момент, я всегда девочкам, которых я провожаю на роды, я это проговариваю, и поэтому мне очень важно это проговорить в лекции, чтобы могли слышать все, и это будет информативно и легко для всех. Я всегда говорю, если вы идете на роды, берете с собой халат среди вещей, которые вы берете собственных на запах, обязательно с таким широким, хорошим, каким-нибудь махровым поясом. Потому что когда вы после родов, если роды легкие, хорошие, как правило, оно так и бывает, если мы хорошо провели беременность, в том-то и все дело, легкость, эйфория, я сейчас встану, побегу, стою и падаю, с сотрясениями и так далее. Поэтому, чтобы этого не было, вы приходите в палату, вас укладывают, вы после этого садитесь, когда у вас есть силы, сели, посидели на кровати, одели халат, подпоясались туго-туго, поясом. Почему? Для того, чтобы прижать аорту и чтобы дать организму возможность переформатироваться, понять, как оно будет теперь. Подпоясались хорошенько, посидели, посмотрели налево-направо, голова не кружится, звездочек в глазах нет, все хорошо, поднимаемся, встали, точно так же, посмотрели налево-направо, покрутили головой, звездочек нет, голова не кружится, не тошнит, все хорошо, тогда начинаем потихоньку идти, дошли до выхода из палаты, вот, если все нормально, все, значит, дальше будет все хорошо. Вот этот момент, он просто крайне важен, и помнить об этом надо обязательно. Это называется эффект первого вставания после рода. Первого вставания после рода. И что еще важно в первые несколько дней после родового периода? первое, что нужно помнить, не докармливать ребенка смесями. То, что делалось когда-то. Сейчас мы уже отходим от этого, но опять же, бывает по-разному, бывает по-всякому, поэтому это должно быть табу. Мы не докармливаем. Молозива всегда хватает ребеночку. Его желудок еще малюсенький, он еще не может переварить большой объем молочка. Молозиво калорийное, молозиво густой, молозиво это то, что надо ребенку. Поэтому, что бы вам ни говорили, мы кормимся молозивом. Ребенок может терять от 10% своего веса, при котором он родился в первые три дня после рода. Запомните это, потому что когда говорят о том, что ребенок теряет вес, и поэтому нам нужно его докормить, вы сразу уточните, сколько он потерял, и не бывает детей, которые бы вес не теряли. Это важно знать. Следующий аспект, который тоже я пунктиром, но должна проговорить, потому что об этом говорит очень мало кто. Как раньше говорили, если надо кормить, то значит надо что? Много есть и много пить жидкостей. Да, но не всегда. Есть один момент, который если мы вовремя обойдем, у нас не будет неприятности. Если мы не обойдем, мы войдем в такое состояние, как лактостаз со всеми вытекающими последствиями. Это прилив молока в третьи сутки после рода. Приблизительно в начале третьих суток начинается этот процесс. Родильница чувствует его таким образом. ей очень начинает хотеться пить. Многие говорят, язык как наждачная бумага, пить хочется просто выпила цистерну воды. Так вот, как только начинается этот процесс, пить надо переставать. Почему? Потому что идет большой приток молока, молочные протоки еще не разработаны, они ригидные, они тугие, они узенькие, и если мы их не разберем, и ребеночек еще не очень много может выпить молока. Если мы при этом начнем пить, молочные дольки заполнятся молоком в перемешку с молозивом и случится лактостаз с повышением температуры, со всеми неприятными последствиями, с которыми раньше женщины чуть ли не каждая сталкивалась. Сейчас, слава Богу, этого меньше. То есть, чтобы этого не было, как только начинает хотеться пить в начале, у кого-то конец вторых суток, у кого-то может это и к началу четвертых суток будет, но в среднем это третьи сутки. Как только начинает хотеться пить, на сутки пить перестаем каким образом? Хочется выпить стакан, выпиваете четверть стакана. Вот в таком режиме. И прикладываем ребенка к груди как можно чаще. Через сутки вот это ощущение нестерпимой жажды, оно проходит и дальше обычный питьевой режим. Дальше пить можно много. Вот этот вот момент его надо просто пережить, потому что все лактостазы в раннем послеродовом периоде, те, которые в рудоме либо сразу после выписки случаются, они случаются вот на этом вот фоне. И поэтому профилактировать это легче легкого. Главное это делать. И главное об этом помнить. Так, следующий момент, который тоже крайне важен в раннем послеродовом периоде, это стул после родов должен быть через сутки. Это очень важно. Любым способом, либо самостоятельно, либо с помощью микроклизма, либо свечки, либо попросить в роддоме, чтобы сделали клизму, как угодно, но через сутки стул у родильницы должен быть. Если не будет его по какой-то причине, начнутся колики у малыша. Запор у мамы, колики у малыша. Вот это нужно помнить абсолютно четко, об этом забывают очень часто, потому что, например, когда мне звонят многие девочки, с которыми мы вынашивали беременность, потом в раннем послеродом говорят, я не знаю, что делать, орет целый день, что давать, какие капли, какое-что, я говорю, стоп, что у вас со стулом, когда он был, ой, я не знаю, я вся в нем, я забыла. И вот это я забыла приводит к вот таким последствиям. Поэтому четко нужно знать, через сутки должен быть стул, первый стул после родов, это зачастую тяжело, страшно, неприятно и так далее. Дальше будет все хорошо. Но этот момент нужно отследить обязательно. Потому что когда мы сейчас будем говорить о программе послеродовой, естественно, там будут все препараты для того, чтобы стул был налажен, чтобы все было хорошо, но есть некие физиологические нюансы, которые мы должны отследить дополнительно к тому, что мы принимаем программу. Вот. Так, с этим я сказала еще очень две важных, два важных момента, которые помогут быстрее справиться с последствиями раннего послеродового периода. Очень важно, пока не набралась грудь, пока еще молозива, пока нету вот такого прилива молока, первые сутки поспать на животе. Я обычно говорю, вот вы приходите, приезжаете через два часа в послеродовую палату, у деток в этот момент, если все у нас хорошо, у них, как правило, так, в первые два часа послеродов мы кушаем, мы там успокаиваемся, мы наслаждаемся обществом родителей, родители наслаждаются обществом своего солнышка, и после этого, как мы приходим в послеродовую палату, все устали. У всех был тяжелый день, ребеночек ложится и спит, и тут тоже нюанс, некоторые мамы начинают думать, боже мой, почему он спит, почему он не просит есть, давай мы его будем будить, давай мы там будем его заставлять кушать, не трогайте, не трогайте, ребенок устал, вот он лег и спит, рядышком в кроваточке рядом с вашей кроватью, уложили его, он спит, и вы спите, но постарайтесь спать на животе, почему это важно, когда вы ложитесь на живот, матка лучше сокращается, чем быстрее сократится матка, тем меньше будет послеродовых осложнений, поэтому вы легли на живот по возможности и спите, ребеночек спит, и тут опять нам нужен папа, потому что мама спит, но она же не будет спать спокойно, если она не уверена, что кто-то будет контролировать ситуацию, правильно, поэтому папа контролирует ситуацию, он отоспится потом, тут ему спать не надо, мама спит, и ребеночек спит, это может быть три часа, четыре, пять, как получится, у каждого по-разному, и потом, и мама просыпается отдохнувшая, и ребенок уже отдохнул, и дальше продолжается процесс привыкания друг к другу и процесс кормления, сразу напомню, я думаю, что все это знают, но все-таки первый стул у ребенка после родов называется меконий, и он темно-зеленого, практически черного цвета, не пугайтесь, не бойтесь, это нормально, так должно быть, иногда меконий выходит в родах, так бывает, но чаще всего это первый стул, который мы потом видим на памперсе, после вот этого темного стула, стул приобретает желтый цвет, и желтый, как желток яйца, он и должен быть все время, с этим понятно, и еще для сокращения матки, через сутки после родов, раньше вряд ли получится, можно лежа на спине на кровати пробовать поднимать ноги, вот, сразу скажу, две ноги сразу поднять не получится, потому что передняя брюшная стенка перерастянута, мышцы еще не собрались в кучу, так сказать, но нужно им уже дать команду, чтобы они вспоминали, какими они были до беременности, поэтому пытайтесь по одной ножке поднимать, пробовать хотя бы поднимать, если вы не будете лениться и будете это делать, то и в форму придете намного быстрее, вот, и матка сократится быстрее, и, соответственно, послеродовых осложнений у нас тоже не будет. Следующий аспект, который обязательно важно обсудить в послеродовом периоде, это питание кормящей мамы. Очень много всевозможных вариантов есть, от едим все до не едим ничего, вот, поэтому, поскольку эти вопросы возникают постоянно, что же есть, чего не есть, на что обратить внимание, я скажу основное, потому что на самом деле сложного-то ничего нет, вот, не нужны какие-то огромные записи по этому поводу, чего нельзя, категорическое нет, в первые, по крайней мере, две недели после родов дальше мы можем расширяться, я как раз за то, чтобы кормящая мама питалась полноценно, чтобы у нее не был скудный ограниченный рацион, но важно, чтобы он был здоров, но первые две недели, пока формируется и кишечник ребенка после родов, и пока у нее кишечник после родов восстанавливается, некоторые вещи, мы должны убрать и ограничить. Итак, нет всему сырому, то есть сырые овощи и фрукты убираем, можем оставить только банан, если банан нормально подходит и вам, и ребеночку, по одному банану в день есть можно, если вы кушаете, например, печеные яблоки, то печеные груши, что-то печеное, нет шкурки, то есть яблоко, даже печеное со шкуркой, нет, будут у ребенка колики, поэтому это мы убираем, убираем на первые две недели любую капусту, то есть качанную имеется ввиду, то есть и тушеную, и жареную, жареная вообще нельзя, и в супе лучше не нужно, естественно, салат из сырой капусты мы убираем, почему я об этом говорю, я только что говорила о том, что стул должен быть через сутки, и многие могут подумать, а давайте-ка мы съедим салат из капусты там с укропчиком, и будет все хорошо, да, со стулом возможно, а с кишечником у ребенка не особо, поэтому капусту качанную мы убираем любую, убираем пока что любые бобовые, это нам не нужно, убираем молоко, как ни странно, молоко вызывает у большинства людей сейчас, у современных вздутие, поэтому мы этим не рискуем, кисломолочные не сладкие, естественно, кушать можно, пить можно, если нравится, если нет, не обязательно, то есть миф о том, что молоко у женщины будет только тогда, когда она ест много молочных продуктов, это зачастую миф, я всегда говорю, представьте себе, корова много молока пьет, а молоко дает, поэтому тут индивидуально, кисломолочное можно, но это не обязательно, это не обязательно, любые продукты с консервантами, это мы убираем, то есть я думаю, что это и так понятно, но проговорить все равно надо, поэтому сюда же относятся, колбаски, вареные, копченые, какие угодно, балычки, хамоны и все прочее, это мы убираем, этого у нас в рационе быть не должно, любые соленья, пока мы убираем, ни селедки, ни огурчики, ни помидорчики, понятное дело, что этого быть не должно, я почему говорю, я думаю, что понятно, но зачастую мы видим в послеродовом принесли вермишельку с маринованными помидорчиками и сосисочки, женщина поела, а потом мы начинаем разгребать последствия, да, мы их разгребем, но, наверное, лучше, чтобы их не было, поэтому такие продукты это просто табу, лучше вообще на весь период кормления, ну, на первые две недели категорически, следующее, любые соки, фреши, не фреши, ну, из пакетов само собой это понятно, что нет, никакие, потому что тоже кишечник ребеночка отреагирует, понятное дело, никакого кофе, кофе крайне желательно в период лактации не пить вообще, первые три месяца, ну, я просто категорически не советую, потому что часто бывает так, что у нас же все наслаивается одно на другое, и получается так, сил нет, утром проснуться тяжело, женщина пьет кофе, потом мы кормимся, потом ребенок целый день орет, всю ночь орет, всю ночь мы с ним, утром мы опять пьем кофе, потому что нету сил, а потом, когда я говорю, а вы не думали, почему малыш орет? Может, потому что вы кофе пьете? И этого много. Поэтому, чтобы такого не было, и чтобы потом из этого замкнутого круга с трудом не выходить, просто табу, кофе во время лактации не пьем. Так, и очень важный момент, который зачастую забывают кормящие мамы. У кормящей мамы, особенно на первые, ну, как минимум три месяца, табу на все холодное. То есть, водичку, это вот сейчас у нас холодно, и никто водичку из холодильника пить не станет, но бывает же и летом мы рожаем, правильно? Вот, то есть, водичка из холодильника, сок из холодильника, компот из холодильника, там, узвар или еще что-то, это должно быть табу. Всякие, там, бутерброд с сыром из холодильника, холодное мясо, это должно быть табу, потому что все холодное приводит к спазму молочных протоков. В итоге молоко отходит сложно, это раз, прибывает хуже, это два, и это может способствовать лактостазу три. Поэтому любая еда, любое питье должно быть не просто сухим и не должно быть холодным. То есть, если мы кушаем, пьем, например, чай, там, с бутербродом, с сыром, можно, но если, как часто бывает, там, кормящая мама что-то из холодильника достала и быстро холодное поела, а потом, ой, а почему у меня молока нет, так вот такого не должно быть. То есть, холодное табу. Следующий аспект, у кормящей мамы всегда должны быть теплые ноги. То есть, теплые носочки или просто носочки должны быть обязательны, потому что холодные ноги спазм молочных протоков. Опять же, все проблемы потом от этого. Поэтому ноги должны быть в тепле обязательно. Это просто должно быть тому, если вы это помните, знаете, эти пункты все соблюдаете, то сразу же множество проблем они просто в вашу жизнь не приходят, не возникают и, собственно, и говорить нам о них не нужно. То есть, тут все понятно. Дальше идем. Если у нас все хорошо, кормление налаженных, со стулом у вас все хорошо, у малыша хорошо, потеря веса небольшая, УЗИ после родов сделали через сутки, все в порядке, как правило, сейчас из роддома выписывают через двое суток, а может быть даже и меньше, чем через двое суток, в конце вторых суток. И это замечательно, потому что не надо никому, так сказать, цеплять внутрибольничную инфекцию, вот, и мы должны идти побыстрее домой. И вот, что у нас начинается дома. Тут тоже нюансы, о которых мы должны знать. Во-первых, когда мы начинаем гулять с ребенком. Гулять с ребенком буквально вот пришли домой и идете гулять на следующий день. Начинаем, если у нас температура воздуха не минус 10, то мы идем и гуляем. И не надо выносить его на 5 минут, на 10 минут, вы можете с первой же прогулки идти гулять на 30 минут и больше, если вы выдержите. Именно вы. ребенок выдержит, одеваете его по погоде и покормили, и от кормления до кормления вы должны гулять. Почему это важно? Это тот рефлекс, та привычка, которую, если вы сразу же наработаете, вот, множество, опять же, проблем просто в вашу жизнь не придет. Во-первых, если ребенок гуляет 2 часа и больше каждый день риск рахита у него снижается в разы. Ребенок, который не гуляет, будет иметь рахит со всеми вытекающими последствиями. И мы это не обойдем никак. Прогулки на балконе застекленном, естественно, сейчас все балконы застекленные, могут быть в дополнение к прогулкам на улице, но не как замена, потому что если мы гуляем на застекленном балконе, риск рахита будет такой же. Это первое. Второе, ребеночек, если гуляет, особенно вот у нас, слава богу, не все мостовые идеально ровные, так вот профилактика колик это прогулки по пересеченной местности. Дети все это очень любят и это массаж кишечника, который действительно очень здорово облегчает жизнь и ребенку, и соответственно родителям. Про кислород я уже молчу, то есть кислорода должно быть достаточно, ни в каком доме его не будет хватать, так как это необходимо ребенку, а обменные процессы в организме ребенка намного более активны, чем у взрослых, поэтому кислород необходим. И сон на свежем воздухе это спокойная нервная система ребенка. Сон в помещении у ребенка до года это не совсем спокойная нервная система ребенка. И поэтому опять же часто мы встречаемся с чем ой, ребенок так плохо спит, что я даже не могу с ним пойти погулять, потому что я не могу его одеть, мне легче его как-то укачать дома, но все равно он спит плохо и конца края этому всему нет. Так вот тут надо просто сразу же, если мы с первых же дней налаживаем режим и выводим ребенка гулять как минимум на два часа в сутки, можно по часу два раза, два часа минимум, а максимум до бесконечности. Четыре-пять часов будет ребенок на улице, только будет хорошо, только будет хорошо. Тут нужно что помнить, ребенок он новорожденный, он как ненастроенная радио, знаете, на какую волну настроишь, так и будет, он не знает как надо, он слушает вас, он смотрит, что ему предлагают, и поэтому если мы сразу наладим правильный режим, то он его примет с благодарностью, переделывать потом, конечно, тяжелее, поэтому лучше сразу налаживать так, как необходимо. вот, и второе, если мама гуляет с ребенком, то есть ходит, двигается, ее мышцы работают хорошо, кровообращение улучшается, соответственно, фигура быстрее становится на место, это раз, и во-вторых, за счет того, что кровообращение улучшается, лактация тоже улучшается, поэтому прогулки мамы с ребенком, вот такая вот простая вещь, это крайне необходимая вещь для здоровья двоих, понятно, что после родов хочется полежать и ничего не делать, отдохнуть и так далее, да, но прогулки к этому не относятся, хотя бы какое-то время, лучше два часа, вот, мама после родов должна делать две вещи, две вещи, несколько вещей, хорошо питаться, хорошо спать, кормить ребенка и наслаждаться материнством, все, это очень важно, потому что, ну, во-первых, папа должен об этом знать, поэтому первое время, особенно первый месяц, нужно маму освободить, если у нее нету сил, то освобождаем абсолютно сразу же и точно от любых домашних дел, от еды, то есть для того, чтобы мультиварка вам в помощь, сейчас, слава богу, несложно готовить быстро, легко, здоровую еду, вот, и особенно, вот, скажу об этом, потому что сейчас женщин-трудоголиков больше, чем нетрудоголиков, поэтому начинать работать, особенно сейчас, когда все работают дистанционно и кажется, ой, сейчас я чуть-чуть поработаю и тут еще поработаю и я ж тут все могу и сил у меня на все хватит, так вот, пожалуйста, первый месяц, а лучше первые три месяца насладитесь материнством, то есть кушать, спать, гулять с ребенком, кормить и все, если вы все это будете делать, дальше вы успеете и доделаете то, что вы не доделали за эти три месяца, если же нет, это очень часто, к сожалению, и таких случаев у меня в практике тоже много, это заканчивается преждевременным прекращением лактации, и это для ребенка не совсем хорошо, если не сказать, что совсем нехорошо, потому что нормальная лактация, правильная, должна продолжаться год-полтора, год-полтора, и единственное, что мы должны помнить, это я тоже пунктиром все проговорю, что мы должны помнить, мы не должны прекращать лактацию на лето, то есть если, например, годик ребенку, например, в мае, то лактацию до сентября, если мы прекратим на лето, то риск зацепить любые кишечные инфекции у данного ребеночка будет больше, вот, если мы хотим прекратить лактацию, то есть годик был, например, в январе ребенку, то до марта можно прекращать, больше, чем полтора года, разные есть на этот счет мнения, но больше, чем полтора года кормить, это надо хорошо подумать, потому что в данном случае я, как акушер-гинеколог, я не только о ребенке думаю, я думаю и о маме тоже, и, наверное, о маме в первую очередь, если ребенок кормится до полутора лет, а не больше, вреда ему не будет никакого, если мама кормит больше, чем полтора года, у меня таких девочек очень много, мы потом очень трудно и долго восстанавливаемся, как правило, потому что такая нагрузка для женского организма, она избыточна и в большинстве случаев она не оправдана, но если решение мамы таково, что она хочет кормить ребенка дольше, то, естественно, вот мы будем сейчас переходить к программе, то, естественно, весь период лактации должна приниматься программа натуральных препаратов для того, чтобы резервы организма мамы не истощались, это очень важно, потому что зачем ребенку больная мама, у ребенка должна быть здоровая, активная, счастливая, любящая, гармоничная мама, правильно, а не задерганная, несчастная, не выспавшаяся, не могущая уделить ему достаточно внимания, потому что у нее просто резервов нет, если это так, то такая лактация никому не нужна, поэтому вот к завершению лактации нужно подходить очень продуманно и выверенно. Итак, что еще я хотела сказать по поводу лактации, по поводу кормления, очень важный еще момент, первые три месяца жизни ребенка мы еще называем четвертым триместром беременности, то есть ребеночка нужно вынашивать, и если есть определенные методики, которые говорят о том, что ребенка нужно с самого рождения воспитывать, держать его в ежовых рукавицах и так далее, то не первые три месяца, первые три месяца вы можете его носить, и не то, что можете, должны носить на ручках столько, сколько ему хочется, обнимать, целовать, он должен быть при вас, он должен полностью освободиться от стресса после родового, после этого, когда ребенок уже насладится вашим обществом, он сам будет отталкиваться, он сам захочет исследовать мир без вас, но первые три месяца вы можете носить его на руках и баловать сколько угодно, что очень важно с послеродовым периодом еще, обязательно нужен контроль через шесть недель после родов, об этом тоже иногда забывают, через шесть недель после родов мы должны, обязательно вы должны встретиться с акушером-гинекологом, либо с тем, кто вел вашу беременность, либо с тем, кто принимал у вас роды, в это время необходимо сделать УЗИ, контроль и посмотреть, пришла ли матка в норму, через шесть недель матка должна из размера, который был после родов, перейти в размер, который был до беременности, а это серьезный процесс, поскольку перед родами сама матка весит до полутора килограмм, а небеременная матка весит в районе 50 грамм, то есть вот этот объем, он весь выходит с так называемыми лохиями, или послеродовыми выделениями, поэтому они длятся так долго, до шести недель, как раз через шесть недель приблизительно эти выделения заканчиваются, и мы можем оценить, пришла ли матка в норму, это важно, поэтому УЗИ обязательно, осмотр на кресле и взятие анализов, мазок, цитология, бакпасе, это обязательно лучше, чтобы врач сказал, что все у вас хорошо, чем потом мы будем лечить послеродовые воспалительные процессы, и естественно мы должны через шесть недель похвастаться малышом или малышкой, вот мы смотрим, как наладилось грудное вскармливание, смотрим, как развивается малыш, смотрим, нужны ли какие-то рекомендации, что-то подсказать возможно, и вы уже через шесть недель, зная, что все поздний послеродовый период закончился, вот, все у меня хорошо, и я продолжаю дальше наслаждаться своим малышом, наслаждаться своим малышом. Так, что еще я хотела сказать, и это очень важно, прикормы, прикормы, если у нас все хорошо с грудным вскармливанием, они начинаются с шести месяцев, раньше, когда-то, когда-то, чуть ли не с месяца добавляли соки, потом пюрешки, потом еще что-то фруктовое, сейчас этого не делают, и слава Богу, потому что пищеварительная система ребенка, она настроена только на потребление грудного молока, поэтому до шести месяцев, если у нас здоровый ребенок, мы о прикормах не думаем, когда мы начинаем задумываться о прикормах, если у нас снижается прирост массы тела, а в первом полугодии, скажем так, в среднем 600-800 грамм ребеночек набирает за месяц, как правило, и неспешные дети набирают больше килограмм и больше, но мы вот в среднем говорим, если бывает так, что, например, ребенок набирает первый месяц килограмм, второй месяц килограмм, потом 800 грамм, и вот когда уже перед шестью месяцами, иногда перед семью, он вдруг набирает в два раза меньше приблизительно, 300-400 грамм, вот это маркер, который говорит о том, что да, наверное, нам нужно приступать к прикормам, если появляются зубки и если появляется пищевой интерес. Это вот три аспекта, которые должны быть вместе и тогда мы идем на прикорм. Почему опять же об этом говорю? Вроде бы все понятно, и об этом очень многие говорили, но есть моменты, когда где-то кто-то прочитал, где-то что-то, что вот надо раньше. Нет, не спешите, не спешите. Ребенок получит все свои прикормы вот тогда, когда придет время, а вы наслаждайтесь грудным скармливанием, потому что первые полгода ребенок с мамой еда есть всегда при вас и при нем, и вы можете и путешествовать, вы можете делать множество всего и не иметь лишних проблем с какими-то другими кормлениями. Вот. И еще один момент, который я хочу все-таки проговорить. Очень многие считают, что новорожденным детям и детям первого года жизни нужно давать БАДы. Здоровому ребенку БАДы мы даем через маму. Как только начинаются прикормы, мы даем то, что необходимо ребенку в данном случае. Обычно мы даем хлорофилл с водичкой, вот, но это уже как бы другая история, тут я уже все это не успею сегодня осветить, но мне очень важно сказать, что не нужно, если мы говорим о здоровом ребенке, если ребенок здоров, если все у него хорошо, если мама на программе БАДов, если все здоровы, не давайте ничего ребенку просто так, потому что разладится желудочно-кишечный тракт, будем потом лечить. но можно же этого не делать. Поэтому тут так, что я еще не проговорила, и еще момент, который я должна обязательно проговорить, перед тем, как мы перейдем к программе, я все ее подробненько расскажу, кризис трех месяцев. Через три месяца после родов, шесть недель у нас водораздел закончился, то есть полтора месяца, грубо говоря, закончился поздний послеродовый период, и еще один кризисный момент, это три месяца, плюс-минус, когда у нас могут возникнуть три вещи, которые надо проконтролировать. Во-первых, выпадение волос у кормящей мамы в районе трех месяцев может быть такое, и оно, вернее, не может быть, оно будет, но все зависит, насколько это будет серьезно, все будет зависеть от того, профилактировалась ли эта проблема или нет, либо это будет незначительный волосопад, либо эта женщина останется полу-лысой, такое может быть. Для того, чтобы этого не было, минеральные препараты должны приниматься обязательно с момента родов, и витамин D должен контролироваться и приниматься с момента родов. Следующее, обострение хронических заболеваний, то есть вся хроника, которая есть у женщины, она должна быть профилактирована, все должно быть отслежено, потому что через три месяца возможно обострение, и, соответственно, врач, нутрициолог, врач, который ведет послеродовый период, женщина, он должен об этом знать и все это от профилактировать. И отдельным пунктом среди хронических заболеваний я хочу назвать аутоиммунный тиреоидит послеродовый. Его сейчас очень много, много причин его, но нужно понимать, если у беременной были какие-то проблемы со щитовидной железой, а тем более, если был аутоиммунный тиреоидит до беременности, потом женщина справилась с этим, прошла нормальная беременность, нормальные роды, то через три месяца мы должны обязательно проверить все гормоны и антитилак ткани щитовидной железы, чтобы не запустился послеродовый тиреоидит. Хотя, в принципе, если мы видим, что женщина начинает жаловаться на то, что я плохо сплю, я нервничаю, у меня тревога, у меня паника, я не могу успокоиться, мы должны обязательно проверить ее щитовидную железу и гормоны, и антитела для того, чтобы не пропустить этот процесс, потому что он лечится, он вылечивается, ничего страшного в этом нет, страшно, когда мы его не лечим, тогда да. Вот, то есть через три месяца после рода обязательно необходимо встретиться со своим врачом, сдать контрольные анализы, я не проговорила, так же, как и через шесть недель после родов мы должны сдать обязательно общий анализ крови, общий белок, гликозилированный гемоглобин и витамин D. Если нет необходимости какой-то сдавать что-либо еще, то только вот эти показатели, которые покажут, как и через шесть недель после рода, так и через три месяца после рода, что да, у нас все через три месяца после рода, желательно сдать всем еще ТТГ и Т4 свободный, и если есть какие-то состояния неравновесия со стороны нервной системы, то тогда антитела к ткани щитовидной железы, это АТПО, АТТГ и антимикросомальные антитела тиреуми, вот, но я думаю, что в таких каких-то пограничных случаях все-таки лучше не заниматься самодеятельностью, а все-таки посоветоваться со своим врачом, и теперь давайте все-таки придем к фундаменту, да, какая же программа должна приниматься с момента родов и до какого времени, мы помним уже программу, которая принималась всю беременность и с которой мы зашли в роды, вот, в принципе на этой практически программе мы и остаемся, то есть обязательно сразу после родов у нас должно быть хлорофилл, коллоидные минералы, стандартная дозировка, по чайной ложке каждого добавляем в половинку стакана воды или в то количество которое удобно выпить сразу и пьем за полчаса до еды приблизительно два раза в день так же как это было всю беременность так же это будет весь период лактации обязательно следующее мы продолжаем то что мы начали перед родами помните по ударку по 2-2 раза с едой и бифидофилус хлорофорс по 1-3 раза за полчаса до еды мы пили до родов и теперь после родов как минимум 2 недели пропиваем для профилактики после родовых инфекционных осложнений если вдруг где-то что-то и для профилактики дисбактериоза и в нарушении стула на украинский перехожу нарушении стула у мамы и у ребеночка после родов поэтому в принципе если бифидофилус у нас пился 2 недели до родов и 2 недели после родов то вопрос с колипами вопрос с запорами у мамы после родов он уже будет в лайтовом состоянии а вероятнее всего что этой проблемы и не будет вот через 2 недели после родов по ударку и бифидофилус можно прекратить но можно и продолжить обязательно так же как был у нас до родов так и после мы продолжаем бурдок по капсуле 2 раза в сутки во время еды это тот препарат который будет питься постоянно если необходимо будет какие-то другие гепатопротекторы мы можем это обсуждать но база это бурдок обязательно свободные аминокислоты по одной таблетке 3 раза в сутки во время еды пьем весь период лактации весь период лактации обязательно биполин как поливитамины как иммуномодулятор и как препарат который поддерживает надпочечники и помогает в состоянии вот этого вот послеродового стресса который все-таки особенно первый месяц еще есть биполин пьется по капсуле 2 раза в сутки во время еды тоже я рекомендую весь период лактации бояться того что это пчелиный продукт и в период лактации будет аллергия не стоит потому что во-первых он очищен от аллергенов а во-вторых те беременные которые принимали его всю беременность ну естественно их организм их ребеночка уже к этому привык и поэтому рисков не будет я спрашиваю почему такие уже скажем адепты и неспешники такие вопросы не задают потому что знают как и что но если кто-то новенький эти вопросы возникают поэтому я и проговариваю следующее обязательно кальций магний хилат кальций магний хилат пьется по таблетке два раза в сутки при необходимости может питься и три раза в сутки но стандарт два раза в сутки пьется весь период лактации обязательно гриппайн синергист протектором потом в будущем можно менять на какой-либо другой антиоксидант но сразу после родов гриппайн потому что он укрепляет капилляры он снижает повышенную кровоточивость он улучшает вообще периферический кровоток то есть он нам нужен и для того чтобы наладить лактацию и это вместе с биполином и с хлорофилом и для того чтобы избежать послеродовых кровотечений которые тоже могут быть гриппайн пьется по таблетке один раз в сутки во время еды его можно пропить взять банку пропить три месяца дальше мы можем его поменять на перфектайз и пропить перфектайз и дальше его чередовать с гриппайн перфектайз пьется по капсуле два раза в сутки во время еды дальше мы уже смотрим какой антиоксидант давать но какой-то из антиоксидантов должен быть обязательно сразу же после родов нам обязателен лецитин по одной три раза во время еды пьем мы его длительно тоже весь период лактации и обязательно продолжаем витамин D но поскольку мы подходили к родам с контролем уровня витамина D то дозировка уже будет зависеть от того какой уровень витамина D у нас был перед родами от двух до пяти тысяч единиц в сутки лактирующая женщина должна потреблять обязательно то есть без витамина D ни в коем случае нельзя потому что витамин D нужен ребеночку мы об этом говорили давать новорожденному ребенку синтетический витамин D это просто повредить его печень поэтому то что когда-то когда-то давно-давно предлагалось для новорожденных детей мы сейчас не используем потому что от данных форм витамина D больше вреда чем пользы и в принципе природой предусмотрено так чтобы витамин D малыш получал из маминого молока поэтому мама должна сделать все чтобы в ее молоке было все необходимое для ее ребеночка поэтому витамин D обязателен я не назвала несколько продуктов которые все знают и которые действительно нужны будут в периоде лактации но немножко позже через месяц после рода мы добавляем омегу-3 потому что омега это препарат который на слуху и все знают что он обязательно нужен но он повышает кровоточивость и поэтому на первый месяц пока матка сокращается пока у нас есть риск после родовых кровотечений мы омегу убираем дабы ничего не вышло нехорошего и через месяц мы ее можем вводить в рацион по капсуле два раза в сутки во время еды и пьем опять же длительно то есть весь период лактации в это же время мы вводим магнезиум комплекс мы не даем его раньше иногда я назначаю раньше но мы смотрим уже индивидуально что все с маткой хорошо не даем раньше именно потому что магний это спазмолитик матка должна сократиться после родов если мы раньше даем магний матка может перестать сокращаться и опять это может дать риск после родового кровотечения а эти все после родовые атонии гипотонии матки это страшное дело не буду об этом даже рассказывать о таких страхах сейчас в норме этого быть не должно и мы делаем все чтобы ничем мы не спровоцировали такую ситуацию поэтому магний назначаем через месяц когда это уже абсолютно безопасно и по две капсулы два раза в сутки во время еды пить его можно не можно нужно весь период лактации на магний конечно со стулом как правило все становится совсем хорошо но первый месяц у нас есть лицетин бердок и собственно говоря вот эти препараты тоже будут держать стул мамы в порядке и где-то через месяц мы при необходимости и если у нас нет рисков аутоиммунного тиреоидита мы добавляем келл потому что вы помните что мы должны были его пропить три раза за беременность да по 50 дней и вот где-то приблизительно через месяц после рода приходит время когда нужно добавлять йод йод обязательно должен быть в молоке мамы потому что достаточное количество йода это интеллект ребенка поэтому келл мы даем по капсуле два раза в сутки во время еды точно так же курсами по 50 дней через 50 дней то есть 50 дней пьем это одна баночка 50 дней отдыхаем 50 пьем 50 отдыхаем если нету необходимости как-то по-другому бывают ситуации когда надо но это уже решает все-таки врач а 50 через 50 любой здоровой лактирующей женщине это такая периодичность показана и очень важно знать что вот эта программа она должна приниматься весь период лактации есть такой нюанс с которым мы часто сталкивались и потом расхлебывали последствия до полугода все пропивается а потом начинаются прикормы и вроде как женщине уже меньше так сказать нужно кормить ребенка она бросает программу и начинает рассыпаться все вот не нужно совершать эту ошибку пока кормим принимаем программу вот очень важно все-таки не просто кормиться перенимать программу но и контролироваться то есть полтора месяца через 6 недель я сказала надо обязательно быть на связи со своим врачом в 3 месяца обязательно и точно так же 6-9 месяцев и год надо обязательно показаться если вы не показываетесь чаще обычно у нас все-таки встречи происходят почаще но вот эти вот пункты обязательно должны быть в эти временные промежутки вы обязательно должны быть на связи с врачом потому что скажем так любые большие неприятности они всегда начинаются с малого с очень малого и если мы засечем это малое то больших неприятностей не будет и если раз в 3 месяца вы встречаетесь со своим врачом которому вы доверяете который знает вас который знает вашего ребенка то как правило никаких больших неожиданностей нет и соответственно ребеночек здоров вы здоровы и вы просто наслаждаетесь материнством не испытываете каких-то стрессов которые к сожалению зачастую в нашей жизни бывают еще один момент который я должна обязательно проговорить который у многих женщин возникает этот вопрос когда приходят месячные после родов значит месячные после родов могут приходить сразу как заканчиваются лохи это называется не повезло но бывает и такое то есть через 6-7 недель приходят месячные они возобновляются и идут регулярно чаще всего месячные приходят после окончания лактации это может быть год это может быть больше вот иногда они приходят через полгода когда у нас начинаются прикормы что тут важно знать во-первых если пришли месячные после родов ну если это не через 6 недель а там через полгода или через год сразу после их прихода нужно показаться врачу сдать анализы и сделать чтобы убедиться что все у вас хорошо если вдруг вы уже закончили кормление прошел месяц и месячные не начинаются то точно так же нужно обязательно показаться врачу и разобраться в чем дело потому что бывают случаи когда ну много дел понятно ребенок маленький мы не идем к врачу и потом у нас начинаются большие неприятности если бы визит к врачу был осуществлен сразу то больших неприятностей не было бы поэтому наверное все что я хотела я проговорила о том что нужно знать в послеродовом периоде по поводу программы могу что еще сказать то что я проговорила это базовая программа мы очень часто используем в послеродовом периоде если у женщины понижен гемоглобин послеродов железо хилатное обязательно по одной-две таблетки в день но мне кажется что все-таки назначить его должен врач вместе с железом зачастую мы используем и это можно в периоде лактации но 3 каун для лучшего усвоения железа вот и вот все остальное что необходимо это уже должен назначать все-таки специалист по крайней мере после беседы с женщиной для того чтобы все препараты сработали максимально эффективно если вы будете придерживаться вот таких самых простых я ничего сложного не сказала самых простых рекомендаций то действительно первый год жизни ребеночка лактация это будет тот период который вы назовете наслаждением радостью и гармонией и что еще хочу сказать и сразу предупредить всех девочек которые сейчас на программе НСП во время беременности которые будут на этой программе у которых детки вот каждый раз когда я вот в понедельник у меня была девочка моя послеродовая малышке годик уже и главное вот я спрашиваю ну как малая она говорит она не такая как все она более развитая она более спокойная она вот годик с чем-то ребенок говорит она не истерит не капризничает с ней интересно и мама сама пришла вот ну красотка что тут скажешь то есть я говорю что-то беспокоит ничего не беспокоит мы наслаждаемся друг другом и вот я желаю всем чтобы действительно материнство было таким вот и чтобы наши детки благодаря нашей продукции я точно могу сказать что да это так они могут раскрыть все свои резервы и они действительно и рождаются максимально талантливыми и раскрывают все свои таланты и помогают родителям тоже раскрыть свои таланты потому что родители не занимаются лечением и мучением а занимаются саморазвитием потому что с детьми неспешными нельзя быть отсталыми родителями надо быть активными молодыми, всеузнающими и идущими вперёд. Благодарю за внимание. Если есть вопросы, я с удовольствием отвечу. Я озвучу в чате. В нашем случае, пишет Андрей Герасимов, начали предлагать смеси спустя два часа после родов со словами «Я уже пятерых внуков выходила на смеси, и ничего, все здоровы, но мы отказались благодаря вашим лекциям». Теперь вопрос. Если у кормящей мамы, спрашивает Наталья Биллок, сыпятся волосы, что делать? Можно ли комплекс кожи, волосы, ногтей? В принципе, конечно, можно, но я уже говорила, во-первых, нужно понять, что у мамы с витамином D. Во-первых, начнём с того, что мама должна принимать базовую программу, которую я озвучила, потому что если она не принимает ничего и просто у неё сыпятся волосы, и она начнёт принимать препарат кожи, волосы, ногтей, этого будет очень мало. Поэтому в дополнение к программе можно добавить кожи, волосы, ногтей, но если у неё дефицит витамина D, то препарат будет срабатывать плохо. Поэтому проверить это необходимо. И следующее, опять же, я не знаю, сколько времени прошло после родов, то есть это действительно вот этот кризис трёх месяцев или позже, или раньше. Нужно проверить ещё функцию щитовидной железы. Вполне возможно, опять же, если нет аутоиммунного процесса, то надо добавлять КЕЛП, и, возможно, надо добавлять в дозировке не по одной таблетке два раза в сутки, а может быть и больше. Спасибо большое. Татьяна Сау спрашивает. Если колики у ребёнка, кроме коррекции питания у мамы, что нужно принимать? Если колики у ребёнка, надо разобраться, почему колики у ребёнка. Во-первых, одна из таких физиологических причин колик заключается в том, что кишечник у ребёнка растёт быстрее, чем тельце ребёнка, и слишком много петель кишечника получается. И пока проходит пищевой комок по кишечнику, колики возможны. Здесь нужно, во-первых, массаж животика по часовой стрелке, выкладывание ребёночка на живот, потому что очень часто бывает так, что ребёночка носит как хрустальную вазу. Приходит, например, почему я говорю, через шесть недель надо приходить на приём, потому что тут все эти ошибки видны, приходит через шесть недель, я говорю, зарядку делаете? Нет. На животик выкладываете? Ой, он не любит. И так далее. То есть если ребёнок лежит, если его мышцы не напрягаются, то с кишечником будет плохо. Поэтому движение, массаж, выкладывание на живот обязательно. Коррекция питания – да. Опять же, какой возраст у ребёнка. Если больше, чем месяц, то тогда мы можем маме добавить магния побольше. Ну и, собственно говоря, всё. А дальше нужно разбираться индивидуально. Спасибо большое. Следующий вопрос. По ведению беременности ранний токсикоз проявляется постоянно дошло, до снижения веса. Переносит смарт-мил. Вы рекомендуете смарт-мил в первом триместре? Спасибо за рекомендации и за встречу. Смотрите. Значит, токсикоз первого триместра, но это в предыдущей лекции я об этом говорила тоже, это, как правило, следствие дискинезии желчевыводящих путей, хронического холецистита, холонгита или чего-то подобного у беременной. То, что было не скорректировано до беременности. Значит, соответственно, это надо корректировать сейчас. То есть, бурдок, либо, может быть, лифгард, по таблетке два раза в сутки во время еды обязательно, магний обязательно по две-два раза с едой, и смарт-мил можно, если он нормально переносится. Просто у беременных зачастую вот такие продукты, как ТНТ, смарт-мил, они вызывают два диаметрально противоположных чувства. Кто-то их обожает, а кто-то их ненавидит. Говорит, пить их не могу. Поэтому, если женщина может смарт-мил пить, если ей вкусно, ей нравится, пожалуйста. Но если она говорит, я на запах его не переношу, не надо в нее его толкать, потому что будет только хуже. Но в основе должна быть коррекция функции желчевыделительной системы. Спасибо большое. Следующий вопрос. Как ухаживать за кожей ребенка? Как ухаживать за кожей ребенка? Во-первых, я стараюсь, ну, скажем так, я против каких-либо маселок и так далее до, как минимум, прикорма. Что рекомендовали еще давным-давно акушерки старые, и это все действительно очень хорошо работает, мы берем просто бутылочку темного стекла, наливаем туда на две трети растительного масла, можно оливкового, рафинированного, закрываем пробочкой и на водяной бане эту бутылочку кипятим 10 минут. И после этого этим маселком обрабатываем кожу ребенка один, максимум, два раза в день. Обрабатываем как? Не поливаем его маслом. Берем на руки, наливаем немножко масла, делаем вот так, и потом как картошечку печеную, которую мы в духовку засовываем, вот мы вот так вот просто его обмазываем вот этими руками, которые слегка в масле. Этого вполне достаточно, больше особо ничем обрабатывать не нужно. Если мы купаем ребенка, про купание я уже не успела особо проговорить, купать нужно каждый день, либо через день, и никаких моющих средств, гелий, мылок и так далее мы не используем, опять же, до прикормов, потому что если мы будем использовать что-либо еще, то мы можем повредить кожно-жировую мантию ребеночка. Купаем мы в температуре, начинаем 37 градусов сразу после того, как отпадет прищепка после выписки из роддома, и температуру потихонечку снижаем до 34, в идеале до 32 градусов. Если ребенок требуется его подмыть, подмываем просто водой, и на этом все. Чем меньше мы используем средств для ухода за кожей ребенка, тем больше мы даем возможности ребенку самостоятельно сформировать вот этот вот барьер кожный, который будет ему необходим потом всю жизнь. Поэтому чем меньше, тем лучше. Спасибо большое. Ирина Юрьевна, после вашей лекции захотелось родить. Спасибо за очень познавательную лекцию. Интересует тема подхода для пар, которым не получается зачать. Сразу отвечаю, у нас такая лекция была, это первая лекция из данного цикла. Обратитесь, пожалуйста, к своим наставникам, и они вам вышлют эту лекцию. Ну, еще спрашивают, какие препараты НСП можно применять при острой респираторной инфекции во время беременности и лактации? При острой респираторной инфекции мне очень нравится наш чай из трех компонентов. Многие девочки мои уже его волшебным чаем просто называют. Это мы берем две капсулы по ударку, две капсулы е-чая и две капсулы черного ореха, заливаем стаканом кипятка. Капсулы можно даже не открывать, они сами открываются в горячей воде. Размешиваем, остужаем до температуры, при которой комфортно пить и пьем с профилактической целью один раз в день, с лечебной целью два раза в день, можно и три раза в день. Обязательно постилки с цинком от трех до шести пастилок в день рассасывать либо глотать. Почему я говорю глотать? Очень многие беременные, ну и во время беременности, цинк пьем, я в лекции об этом говорила, но очень многим беременным вот они говорят, все, я не могу его рассасывать, мне не нравится вкус. Ничего страшного, тогда можно глотать, то есть не надо мучить ни себя, никого. Если получается рассасывать и вкусно, значит рассасываем. И лист оливы тоже как противовирусный иммуномодулятор во время беременности и во время лактации по две капсулы два раза в сутки во время еды очень даже подходит. Спасибо большое. Друзья, еще есть вопросы, их озвучу чуть позже, но давайте сейчас попросим женщин, которая делит с помощью программ НСП и рекомендаций Ирины Юрьевны, поделиться вашими результатами. Мне есть написала Надежда Зазули. Наденька, вы есть? Поделитесь, пожалуйста. Да, здравствуйте. Ну, буквально мы с ребенком уже спать укладываем. Ну, очень, ну, я и наблюдалась с Ириной Юрьевны. Очень рада, принимаю продукцию и буду принимать и дальше, потому что ребенку результаты, я вижу результаты у себя. Так что спасибо огромное. Наденька, какие результаты? Расскажи. Какие результаты? Это твой первый ребенок, так? Да. Да, ну, как ты видишь, что хороший результат. С чем ты можешь сравнить или вот как ты можешь объяснить, что это результат хороший? Ну, что ребеночек набирает вес, педиатр это замечает, что, ну, отличается ребеночек, что, ну, педиатр даже удивляется, что она и там и ползает быстрее, чем остальные детки, ну, и уже пытается ходить, она такая, ну, более развитая, и уже на горшок уже пытается, ну, садиться. И зубки уже полезли, четыре штучки, хотя ребенку только семь месяцев. И когда, ну, я уже знаю, хорошо ей давать там подарку, если ей немножко, ну, она себя неважно чувствует, но особенно если, когда лезут зубки, то ей неприятно, то даем подарочку, и она уже нормально ее воспринимает без всяких. И ей легче становится, особенно на ночь. Хлорофиллом и серебром смазываем ей, и тоже доченьке хорошо, она успокаивается. Хорошо. Спасибо. Спасибо, Наденька. Спасибо. Здоровья вам. Спасибо. Так, Леночка, Винка, включите, пожалуйста, микрофон. Ирина Юрьевна, еще раз вам огромная благодарность и за сегодняшнюю лекцию, и вообще за мою счастливую в итоге, счастливые роды, потому что беременность у меня была тяжелая вторая. Если вы меня помните, нам гидроцефалию ставили. Да, и... Ой, я не очень хорошо выгляжу, ну ладно. Вот. И мы принимали, конечно, все так, как Ирина Юрьевна нам рассказывала по всем схемам. Я вообще, даже если мне где-то со стороны НСП-шники говорили, можно там еще что-то добавить, я говорю, нет, я буду пить только так, как Ирина Юрьевна скажет. И мы благодаря программам родились здоровы, и слава Богу, у нас нету... Ну, я вам не рассказывала подробнее Ирина Юрьевна, но нас держали полторы недели в роддоме, нас перепроверяли много раз, и нам не верили, что такой результат может быть. Вот. Поэтому вам огромная благодарность, тысячи поцелуев, обнимашек, и... Ну... Я. Супер, супер, да. И всем посыл, что если хочется, то можно родить здорового малыша. Вот. И просто надо, ну, выбрать правильный путь, да, для решения вопросов. И правильного доктора. И правильного доктора, да. Я знаю, что действительно были серьезные проблемы во время беременности у Леночки. И видите, какой замечательный результат в итоге. Поэтому спасибо большое. Мы очень благодарны, Ирина Юрьевна, что вы есть у нас, и мы всегда можем к вам обратиться. Так. Вот читаю пока. Моя дочь вторую беременность шла по вашей программе. Все прекрасно. Кормила грудью больше года. И дочь, и мой внук здоровый. Между первой и второй беременностью большая разница. Второй ребенок отличается от сверстников умом и сообразительностью. Огромное вам спасибо, Ирина Юрьевна. Так. Очень благодаря... Очень много благодарности в чате женщины, которые как будущая мама, в общем-то, будущая бабушка. Очень-очень много слов благодарности. Я просто не успею, наверное, все прочитать, потому что еще 13 сообщений. Вопрос. Можно ли применять зубную пасту, когда лезут зубы? Можно, конечно. Можно. И результаты хорошие, конечно. Конечно. Так. Ирина Юрьевна, благодарю, пишет Андрей Герасимов. Принимали вашу программу «Время беременности», которая есть на ютубе. Лекция самостоятельно. Доктор, кроме фолиевой кислоты, ничего больше не рекомендовала. Роды прошли отлично. Как по мне, принимающий роды доктор со словами «Сейчас покурю и начнем справиться быстро», опять-таки, как по мне. Ждем вас в суммах. Так. Ну, тут еще и мы родились здоровыми, счастливыми благодаря Ирине Юрьевне. Благодарны вечным. Вопрос от Елены. Можно ли новорожденному давать бифидофилус, флорофорс и хлорофил, если колики? Если можно, то в каких дозировках? Или все через маму? А если на смеси ребенок? Вот. Смотрите, если на грудном, то, конечно же, все через маму. Вот. Если на смеси, то надо смотреть, что как, потому что бифидофилус не всегда до трех месяцев может дать результат. Хлорофил, если на смеси ребенок, если ребенок на смеси, то есть на искусственном скармливании, хлорофил, конечно, показан. Обычно мы даем, если нет какой-то другой необходимости в дозировке, 50 мл воды, туда добавляем количество хлорофила, равное количеству месяцев, и уже спаиваем столько, сколько ребеночек выпьет из этих 50 мл. Вот. Бифидофилус после трех месяцев однозначно даем. То, что до трех месяцев я не буду давать никаких дозировок, потому что, ну, с моей точки зрения, это все должно все-таки подбираться индивидуально для того, чтобы не навредить. Поэтому вполне возможно надо просто, если ребенок на искусственном скармливании, поменять смесь, вот, и остаться на хлорофиле. Потому что бифидофилус иногда хороший, а иногда колики усиливает. Поэтому тут надо подходить индивидуально. Спасибо большое. Теперь еще вопрос. Можно ли кормящей мамы принимать противопаразитанную программу NSP, которая, например, включает черный орех? Черный орех, маринда, паударка? В принципе, противопоказаний нету особых. А что, если у мамы есть какие-то показания для этого, тогда мы можем это понять. Если показания, то, конечно, тогда нужно, но надо принимать ее, скажем так, в лайтовом варианте, то есть не так активно. Потому что если у нас идет активная антипаразитарная программа, соответственно, токсины, которые возникают при гибели паразитов, они куда пойдут? Они пойдут в молоко. Вот. Поэтому саму программу нужно, то есть количество препаратов я бы уменьшила в два раза от стандартной дозировки антипаразитарки. И курс сам увеличила тоже в два раза, чтобы ребеночек не страдал. Ну, а как ребенок на черный орех реагирует в молоке? Это горечь или нет жалоб, что отказывать? Нет, нет, нет. Не реагирует. Если не какая-то большая дозировка, то никак не реагирует. Надо только единственное смотреть, как ребенок отреагирует на то, что черный орех может крепить. Но, опять же, если программа для лактирующей женщины будет включать достаточную дозу магния, то тогда этот вопрос и бердока, то вопрос этот решается. Спасибо большое. Еще вопрос. 35 недель беременности, молочница. Можно ли каприловую кислоту? Назначили только свечи пеймофуцин? Конечно, можно. Можно принимать по ударку с каприловой кислотой, но в первую очередь нужно понять, что с сахаром в крови, какая глюкоза, какой гликозилированный гемоглобин, кушается ли сладкое. Потому что у беременных, мы это в лекции о беременности все оговаривали, о том, что метаболизм у беременных несколько с нарушенной толерантностью к глюкозе. Поэтому, если с глюкозой не все хорошо, то надо добавлять обязательно хром-хелат. Нужно обязательно убирать все десерты, все дрожжевые продукты из рациона. И можно добавлять и нужно добавлять по ударку и каприловую кислоту, каждый по две капсулы два раза в сутки во время еды. Минимум на две недели, а лучше больше. Ну а свечи пивнофукцин, да, можно. Но они тут будут только симптоматическими. Спасибо. Ну и очень-очень-очень много благодарности в чате. Очень много. Вот прочитаю еще одно. Спасибо большое. Настолько подробно и полезно ваш подход к беременности и родам впечатляет. Как жаль, что таких профессионалов, как вы, не так много. Спасибо за ваш опыт, трудолюбие и лекции. Ирина Юрьевна, огромнейшее вам спасибо, низкий вам поклон за вашу щедрость душевную, за вашу, за ваш профессионализм, за то, что вы делитесь с нами этим опытом, этими знаниями. И благодаря вашим усилиям очень много людей смогли родить, многоженщие семьи смогли родить здоровых, замечательных деток в себе и всем на радость. Вот спасибо большое вам, доброго здоровья и процветания. Спасибо. Спасибо, спасибо. Спасибо огромное. Очень приятно. Очень приятно. Любим, благодарны. Спасибо. Спасибо.